Здорово. Привет, я что-то забыл, забыл как пользоваться техникой. Да я что-то тоже, если честно, долго не отправил. Уже сноровка ушла. Так, нам надо проверить, чтобы нас было слышно. Я тебя слышу. Я тебе тоже. Я думаю, что... Нормально. Сейчас я включу быстро комментарии, чтобы нам написали, слышат нас или нет. И начнем потихоньку. Давай, давай. Все, пишу, что слышно. Давай, я включаю. Я уже ребятам объявил, чтобы это не отвлекало, никого не мешало. А я сейчас, чтобы ты понимал, на твоей странице личный пробивался в прямой эфир. Создавал? Где прямой эфир? Куда бежать? Не, ну главное, разобрался. Все, на месте. Ладно, давай потихоньку начнем. Такой прямой эфир, да, решили создать с Артемием перед сезоном. Да, такой предсезонный. Поднять несколько вопросов интересных, ну, по хоккею, естественно, по каким-то околохоккейным делам. Я набросал список вопросов. Один вопрос, как и обещал, я добавлю от хоккея в курсе, да, от подписчиков. И ребята сейчас нам шлют вопросы. Мы из них я тоже что-нибудь выберу в процессе и что-нибудь тебе закину. Давай, начнем с классических вопросов, да, это наступает сезон, ты уже на месте, уже тренируешься, уже готовишься. Как все проходит, как проходят тренировки, как вообще настрой? Ну, в целом нормально, настрой боевой. Единственное, из-за того, что из-за коронавируса, такие, как какой-то прошлый сезон был, не поймешь каким, там, в общем, потом как-то собирались, там, после того, как все закрыли, мы потом собрались вроде как на плей-офф, там, что-то за неделю нам под жопу там пнули, мы поехали домой опять отдыхать. В общем, как-то подзабылась вообще рутина уже обычного сезона. Тот сезон тоже короткий был, только, ну, далеко не летали, в принципе, играли только в своем тут округе. Из-за этого как-то даже такой небольшой мандражик есть. Забылась рутина, но я думаю, сейчас быстрее бы первая шайба сбросилась и полетели. Ну, да, сейчас каждый сезон по-новому начинается, с этими ситуациями, правилами новыми. Ну, как сейчас вообще? Вы в команде тренируетесь или ты пока один? Нет, ну, у нас как бы есть тут тренировки с командой, можно с командой тренироваться. Я так пока люблю тренироваться одному, там, делаешь, что хочешь, не привязан, в принципе, дорабатываешь над какими-то там личными вещами, которые считаешь, что тебе помогут в сезоне. Вот, а сборы у нас там, по-моему, числа с 22-го, что ли, сентября. Так что, в принципе, уже совсем рядом. Готовимся, я тут пару тренировок все равно с ребятами провел, нормально, чтобы тайминг вернуться. В целом, сейчас тоже уже буду с пацанами кататься, но в целом уже готовлюсь давно, все равно, поэтому, короче, как обычно все. Давай перейдем чуть-чуть в концовку сезона того. Был неприятный момент, да, у тебя с повреждением, с небольшим, после которого ты пропустил концовку, многие переживали, да, что случилось, как, ну, и в итоге было, да, повреждение. А как сейчас конкретно это, да, болячка твоя, вообще в целом состояние физическое? Физическое состояние вообще зверюга сейчас. Вот, но насчет возврата в оборону также по-прежнему не знаю, будет ли хватит от сил. А по поводу болячки все нормально, вот, я там немножко просто вылазил там из-под кучи, из-под этой, и колено там у меня чуть выгнулось, так неприятно. В общем, связку подрастянул. Ну, так сейчас все нормально. Ну, такая болючая оказалась в целом. Все лето так тревожило меня, но сейчас хорошо. Все. Готов. Да, про этот момент, да, вот, который произошел неприятный. И вот сейчас межсезонье, да, сразу два вопроса в одном межсезонье. Пришел новый тренер, много людей у вас сменилось, и в руководстве, и достаточно в команде. Пришел один хоккеист, да, под тренера, да, который с ним раньше работал. Это Ридс, да, это один из последних, наверное, таких больших злых игроков, да, которых можно еще к полицейским отнести, то есть которых было много раньше. Сейчас их остались единицы. И... А я, а я тоже такой же. Ну, вот, вы считаете, вдвоем объединились. В одной команде. Ну, как сейчас Витязь получается. Да, практически Витязь уже. Знакомлюсь с ним, и вообще, как думаешь, ну, то есть, реально это как такого своего рода телохранителя взяли там для звезд, да, вашего клуба, или все-таки, ну, и он, ну, понятно, что он еще и результат, да, хороший, в принципе, ноги показывает. Мы познакомились с ним, да, вот недавно, несколько дней назад. Он тоже уже тренируется здесь. Хороший парень. Добрый, на первый взгляд. Да. В принципе, я думаю, он сильно нам поможет, вот, как в уверенности в себе, и вообще на льду. Он, в принципе, полезный игрок, поэтому уже долго в лиге, так что я думаю, что он придаст только плюсы команде. Еще один переход, да, был в межсезонье. Это Паша Бучневич покинул расположение. Уже были, да, вопросы, я видел, и ты отвечал на них, и там, ему лично задавали. Что скажешь вообще про этот переход? Как его воспринял лично ты и ребята в команде? Понятно, что это произошло в межсезоне, но все же. Ну, я, в принципе, сталкивался с таким сам, вот, я так понимаю, что он все равно еще знал немножко пораньше, вот, у меня там вообще гром бомбанул среди ясного неба, вот, а все-таки вроде был в курсе, так скажем, вот. Вот, ну, понятно, я там немножко, конечно, был расстроен, потому что хороший игрок, много плюсов давал команде, вот, но в НХЛ так заведено, в принципе, здесь, ну, в принципе, генеральный менеджер все сказал, там, я так понимаю, что тут особо добавить нечего. Да, есть свои, есть свои взгляды, планы, поэтому, стратегии, поэтому, я думаю, что здесь наше дело играть. Да, да, смотри, переходим к матче, да, тут в твоем межсезоне ты был в России, посетил, да, вот одно хорошее, доброе, да, мероприятие, этот благотворительный матч, которым ты, в принципе, и организовал, заорганизовал. Много тоже уже это все обсуждали, и ты много говорил своих мыслей на эту тему. Давай еще раз чуть-чуть обсудим, как вообще все прошло, как ты относишься к таким мероприятиям, и будет ли это на какой-то регулярной основе? Я думаю, к таким мероприятиям плохо относиться сложно, вот, дело хорошее, спасибо, опять же, тебе тоже, команде нашей общей, кто, на самом деле, много кто не знает, но похвалюсь, Антон, тебя немножко. Вот, этот матч был организован за 12 дней, и когда мне Антон позвонил, сказал идею такую, я сказал, что мы никуда не успеем, вот, он сказал, все, успеем, я говорю, ну, давай тогда сделаем. И был проведен матч хорошего, я считаю, уровня, у нас там даже реально были всякие коврики именные и так далее, что, в принципе, добавляет такого со стороны организаторского взгляда, взгляда, такое ощущение спортсменам, которые выступают, и не только спортсменам, но все там были спортсмены, просто, понятно, были любители, всем было приятно, много прессы было, здорово все светили, все показали, самое главное, помогли, конечно, парню, вот, так что относиться к такому плохо нельзя, хотим, конечно, на самом деле, все зависит, большинство, от команды, от нашей, от тебя, Антон, да, и как в плане организаторов, я в целом готов всегда жертвовать там своим временем, особенно понимая, что, когда вы в организации, вы тратите его гораздо больше этого времени, вот, нам приехать просто поиграть надо, так что, там, ответить на несколько вопросов, так что, в целом, хотим продолжать, конечно, может быть, какие-то разные мероприятия будем делать, но я так думаю, что матч можно делать каждый год, и ребята, и ребята, вроде, все были довольны, опять же, молодцы, то, что организовали все, и прошло все легко, никто недовольным не остался. Да, да, будем организовывать, я думаю, подобное на регулярной основе, что касается именно матчей, а вообще, в целом, про, ну, такая тема важная, да, благотворительности, скажи вообще, какие, конкретно у тебя, да, планы и амбиции вообще в благотворительном вопросе, как ты хочешь вообще развиваться в этом, твои ближайшие действия? Ну, поскольку я сейчас еще действующий спортсмен, надеюсь, поиграть подольше, вот, у меня, в принципе, ну, не совсем так хватает времени заниматься этим, организовывать это, и на данный момент, что я могу там делать, это выступать где-то и жертвовать как-то финансами, ну, понятно, временем каким-то, но у меня просто там для организации всего и планов, мне не хватит фокуса элементарно, соответственно, все, наверное, зависит от вас, от команды, и все, я там, в свою очередь, хочу пополнять бюджет фонда, вот, и, кстати, в целом, наверное, такая одна из мыслей, наверное, уже раз начал говорить, так что так уже и будет. После этого интервью с каждых, там, каких-то рекламных денег, в общем, все рекламные деньги будут идти на благотворительные цели, вот, в целом, я, наверное, просто хочу как-то, я не знаю, мы должны, наверное, с компаниями как-то там урегулировать, но работаем сейчас над этим, там, продумываем, чтобы даже просто компании, которые продвигают, там, свои бренды, понятное дело, что мы там за это берем деньги какие-то, и просто эти деньги просто напрямую даже будут идти на какие-то благотворительные цели, не касаясь меня никак, вот, так что одна из идей такая, поэтому, в принципе, дополнительные деньги просто будут идти на благотворительные цели. Да, да, это круто, надо как можно больше, я думаю, хорошо, что в этом развиваешь это направление, я думаю, что это за этим будущее, в принципе, чем больше людей будет вписано в такую историю, тем, конечно, пользы будет очень много. Ладно, давай от благотворительности чуть отойдем, про твой досуг, да, поговорим, в последнее время, там, в Инстаграм, ты и Паша Бучневе сейчас-то публиковали какие-то фотографии, да, с тенниса, у вас сейчас шел в вашем городе, да, хороший турнир, большой, крупный, где как раз наш соотечественник здорово выступил, вы его там поддерживали, всех поддерживали, расскажи чуть внутренней, внутренней истории вот этого боления, как там все проходило, как в итоге отпраздновали, вообще какие эмоции от этого всего? Мы на самом деле познакомились с ребятами, можно сказать, перед турниром, вот, нас там познакомили общие знакомые, на самом деле оказались хорошие ребята с Кареном, с Даней, вот, хорошо посидели, покушали, и потом они позвали на теннис, и мы начали ходить, вот, конечно, плохо так говорить, но Карен проиграл, и как бы мы довольны, потому что так бы пришлось ходить каждый день, потому что Даней играл через день, и после первого матча, когда он выиграл, мы уже, вообще, продолжили эту традицию, и просто ходили через день на теннис ездили, полдня вообще выжигали из жизни, еще там нервничали, я там просто вычислял, где кто против Даней болеет, хотел их просто подловить, короче, вот, поэтому, а так бы просто, если бы Карен бы остался, мы бы каждый день пришлось бы ездить туда, и никакого времени своего бы не было, но, на самом деле, очень нервозно, я неожиданно для себя стал фанатом тенниса, вот, но, с другой стороны, тоже, на самом деле, очень нервозно сидеть на стадионе, особенно, когда знаешь лично ребят, переживаешь за них, много эмоций тратишь, я уже сказал, Даней, что я не пойду к Карену на следующий год, так что, если финал пробьется, я только на финал, потому что столько нервничать невозможно, я там орал, как, я знаю, отец 12-летнего парня где-нибудь на турнире в Тюмени. Ну, я думаю, тебя теперь будут туда это, выдергивать туда, как этого, как талисмана. Талисмана? Да, наверное, да. Ну, вообще, хорошо, что не просто так ездили, да, не выиграл, красавец, черт. Не, не, классно, да, классные события, крутое, тоже интересно, конечно, поучаствовать в таком. Смотри, хоккейный вопрос еще один. Прошла информация, не знаю, подтверди ее или не знаю, насколько она правдивая, то есть, про капитанство твое в клубе. Понятно, что в каждом клубе, да, там, в России, в НХЛ по-разному выбирают капитана. Где-то сразу там вешают, да, на майку, то есть, даже не спрашивая какого-то там голосования. Как у вас это проходит и вообще, откуда эта информация? Ветер дует. Не знаю, откуда ветер дует. На самом деле, поэтому здесь у нас, как бы, ничего такого не происходит. То есть, просто на ровном месте информация какая появилась? Ну, я, честно, не в курсе. Может быть, кто-то запустил специально, целенаправленно. Наверняка думается об этом. В любом случае, у нас капитана нет, нам нужен капитан. Ну, и в целом, я думаю, это правда. Просто у нас никаких там разговоров, раздевалки и так далее не ведется. Как у вас собирается капитан вообще? Честно, не знаю. Ну, по-моему, мне кажется, не голосование. Ну, в том году? У нас не было капитана. Четыре ассистента. Ну, то есть, ну, вообще... Ну, это там тренер генеральный, не знаю, кто там. Я понял. Ну, как вообще ты относишься к этому, если это свершится? Хотел бы вообще попробовать себя? И был ли ты вообще, ну, там, в детстве, наверное, когда-то? Или вообще был капитан? Я был капитаном в детстве, у меня такая, как была, просто, вот такая по размеру наклеенная лента. Дед по логотипу? Дед, по-моему, или кто мне ее там прижил, там просто, ну, наверняка знали, кто здесь. На самом деле, есть гораздо достойнее на эту цель кандидаты. Поэтому я просто... Вопрос не в этом. Вопрос в том, хотел бы ты или нет. Понятно, что есть, они всегда есть. Ну, наверное, больше нет даже, честно говоря. Ну, это не просто наклеить букву, как бы, и ходить фотографироваться с этой майкой. Это, на самом деле, много черновой работы, как бы, как говорится, в раздевалке. Это не просто выходить и, как бы, хорошо играть в хоккей. И это между периодов, там, тратить дополнительную энергию просто на то, чтобы, там, вдохновлять, опять мотивировать. Давайте, ребята, там, вот это подработаем над этим, над этим, там, интервью кучу давать. Там, как бы, быть лицом. Это много работы за хоккейной площадкой, вот. Вот. А я, в принципе, нормален только вроде в хоккей играх, вот. И то с переменным аспектом. Короче, работа не нужна тебе. Ну, не то, что не нужна, и, боюсь, просто она не будет такая, наверное, эффективная, как у других. У меня английского там нет, ну, что я там, вот, кого-то мне замотивирую. Вот. Я, в принципе, только могу игрой как-то повлиять. Но, я думаю, мне можно быть без всяких букв, ко мне, если что, прислушиваются. Ну, да. Ну, вот как раз тебе это... Ладно. Ну, не всяких, кстати, букв. Это как-то грубо сначала. Как раз тебе шанс, считай, будет вот английский подучить. Потом многие спрашивают у меня, опять же, вот куча была вопросов про английский, про твой. Как у тебя с английским? Когда не закончатся эти вопросы? Один и тот же вопрос, уже седьмой год. Просветлений нету, и нехер ждать. Такой ответ. Понял. Буду играть очень хорошо, чтобы даже было интересно меня слушать через переводчик. Такой план пока на карьеру. Смотри, это сделаю помарку небольшую. Короче, я не знаю, отключил вопросы. Вот сейчас только вопросы пошли. Всем, кто хотел написать и не мог, вот сейчас есть возможность написать. Смотри, дальше перехожу к вопросу как раз от подписчика. От Сергея. Сергей Шарох, наверное. Почему в КХЛ нет стиля у игроков, а стоит попасть в НХЛ, сразу костюмчик, причесочка? Что думаешь на этот вопрос? Это что, причесочка, что ли? Ну, потому что здесь уже, я так понимаю, традиция давних времен, я не знаю, насколько давних. Может быть, всегда такая была, но все команды, все игроки ходили в костюмах строгих. И поэтому строгий костюм – это вообще выход. Ты хоть каким колхозником можешь быть, ты просто идешь и покупаешь черный строгий костюм, и ты выглядишь нормально. Беспроигрышный вариант. Да, это беспроигрышный вариант. Единственное, где ты можешь ошибиться – в размере костюма и туфли, кирпичи выбрать квадратные. А в обычном стиле, кто в спортивном, кто в шортах, кто в джинсах рваных и так далее, получается как бы не команда, а какой-то, я не знаю, кружок единомышленников. Как бы, ну так, они как в клубе ходят на стадион. Не, ну слушай, сейчас в защиту КХЛ сказать, что, ну, в принципе, уже там много лет назад уже некоторые клубы начали. Я на КХЛ не нападал. Я видел, да? Я видел. Что видел? Серега. Бобровский звонит. Видишь, он инстаграм удалил, он не в курсе за эфир, за наш. Ну да. Я видел, что, да, некоторые команды, я так думаю, не все или все уже? Слушай, такой информации у меня нету, но тоже не владею. Но я вижу, что ребята, да, там, на домашние игры ходят в костюмах в некоторые клубы, некоторые даже на выезд ездят. Ну хотя бы уже какие-то, знаешь, там, костюмы команды выдают, то есть не спортивные. Ну, то есть в наше время это спортивные костюмы были, и опять же, как будто достался размер, кому-то не в размер досталось. Я всегда не в размер был, мне надо было это подшивать все время, штаны спортивные. Не, подкручивать их, знаешь, в поясе. На самом деле это круто, да, мне кажется, это должно быть. Я знаю, многие ребята, им не нравится, потому что там летать надо в костюме неудобно, в спортивных, вот в трениках там разлегся и так далее. Ну, я, честно, привык, мне особо это не мешает, ты действительно выглядишь достойно, как бы. Просто это же еще, на самом деле, много ребят там, есть ребята стильные, кто действительно может красиво одеться, а есть – нет. И вот они вместе идут, на игру их камера снимает, и как бы это выглядит, но чуть странновато. А здесь все в костюмчиках строгих нормально, мне кажется, это хороший выход. Слушай, ну вообще вопрос по твоему стилю, да? Я думаю, многие замечают, что… Есть вопросики, да? Нет, что вопросов практически нету, но у тебя постоянно появляются какие-то, там, не знаю, ну, там минимум, да, какие-то аксессуары, там, кепки, может, майки, там, не каких-то русских дизайнеров, необычных каких-то брендов. То есть нет ли у тебя вообще желания в будущем, допустим, может быть, сделать какую-то свою одежду? Я не говорю сейчас про мерч, знаешь, ну вот, который там, типа, с твоим именем, с твоим номером. То есть это не совсем, мне кажется, уже актуальная история. А именно просто какой-то стиль делать и обычную, там, одежду, да, которую люди могут не только на стадионе носить. Честно, если этим заниматься самому, конечно, без шансов, потому что у меня нету такого вкуса хорошего и понимания вообще, как это все делать. Если какая-то приходит крутая команда, и мы, как бы, какую-то коллаборацию делаем, там, ну, тогда, конечно, я за, но так пока, там, самому темный лес для меня, поэтому, если с кем-то, кто будет помогать и закрывать, там, какие-то минусы с моей стороны, тогда, как бы, почему нет? Смотри, вопрос тоже последний про одежду, про стиль, да. Я заметил такую тенденцию у тебя, и мы с тобой это обсуждали летом, что у тебя произошла такая некая переоценка ценностей, да, каких-то материальных. И, допустим, одно время, да, когда ты смог себе это позволить, да, ты, как бы, ну, как и любой хоккеист, да, в каких-то люксовых, там, брендовых часах ходил, а в последнее время я вижу тебя в обычных, да, джишок, джишок, и, ну, то есть спортивных, можно так их называть, да, то есть не каких-то там, которые огромных денег стоят. Ты мне это рассказал, то есть объяснил, что твое какое-то мировоззрение чуть поменялось. Расскажи чуть про это, я думаю, что, в принципе, интересно, что не у всех все по-одинаковому, да, что стремятся куда-то там одеться и во что-то самое дорогое, да, по ценнику смотря, а есть еще, ну, какие-то мысли, когда появляются в другом направлении. Меня всегда мотало по жизни повлево, кто вниз, кто вверх, поэтому это нормально. Но в целом, что касается там джишоков, мне вообще всегда нравились часы, вот с самого детства мне там дед дарил электронные часы, ну, понятно, там просто качество другое было, я там помню в интернате там жил, мне там платили стипендию по дождь, там по 100 рублей в день, по-моему, мне давали, вот, и чуть меньше, я вот, в общем, откладывал там на часы, копить тогда вообще не умел, вот, но 700 рублей кое-как накопил, купил там себе электронные часы, поэтому у меня, в принципе, такие, в общем, с детства я любил электронные часы, вот, а джишоки открыл для себя, мне кажется, я еще лет 10 назад, мне Витя Тихонов еще первые джишоки подарил, они у меня до сих пор есть, я их нашел, вот такие в инстаграме, мне кажется, я там много раз в них фоткаюсь, черные, обычные, вот, очень кайфую, на самом деле они просто очень качественные, вот, и мне это нравится, там, куча всяких там функций есть, ну, понятно, они как бы не всеми используются, там, барометр, шмарометр, но могу сказать одно, что вот покупал, все равно с бренда на бренд, там, прыгал, покупал часы других брендов, конкурентов, там, не буду назвать их, чтобы тоже антирекламу не делать, на Алтай ездили, элементарно, там, в ледяной воде купались, там, что-то дрова рубили, лазили в них, действительно, ломались часы, переставали там работать, кнопки заедать и так далее, для шоков этого никогда не происходило, и мне почему-то, вот, я из тех людей, которым надо, вот, чтобы они в апокалипсис работали, вот, и мне это очень нравится, и поэтому, наверное, я им предпочтение даю, а то, что я там с брендов, с больших каких-то перепрыгиваю, ну, это состояние души какое-то у меня меняется, я говорю, ну, у меня есть достаточно часов реально хороших брендов, таких серьезных, ну, я вот просто лето все провел в G-Shock, я просто даже ни одни с собой часы в Россию не взял, не потому, что в Коркино ехал, и что там могут отобрать, а реально просто, просто не хотелось их вообще на себя одевать, у них вот как здесь сейфы пролежали, так пролежали, я в G-Shock на солнечной батарее пролетал, вот, и даже сейчас, кстати, в G-Shock, ну, видишь, классические сейчас, видите, крутые. Ну, это уже реклама улетает. Ну, чтобы тяжелее, понял, как дал, чтобы тяжелее рука была в металле. А в Коркино можно в одну сторону, да, часы провести? Ну, в одну сторону, да, там. А обратно не выводится? Налог. Налог на рост. Пока состояние души такое, посмотрим, что будет дальше. Сейчас полистал вопросы, ты про Серегу Бобровского вспомнил, точнее, не вспомнил, он тебе позвонил, и накидали сразу вопросов, и мне, не скрою, в проект, да, вкидывают вопросы про Серегу, чтобы, ну, что-нибудь типа сними, сними с ним такого плана. Я даже делал пару попыток, но они не начались успехом. Вообще, расскажи, то есть он реально ушел с радаров, да, с соцсетей, так скажем, да, с медиа-радаров. Как вообще, то есть я с летом общался с ними, общался, как у него подготовка, настроение? У него все шикарно, как всегда, довольный жизнью человек, готовится, как всегда, серьезно. Я думаю, что он входит в топ ребят по подготовке, там, вообще, наверное, спортсменов мира, кто там настолько серьезно отдает своему делу и столько времени уделяет. Он может ноготь тренировать минут сорок, вот, и он из этих людей, как бы. Соответственно, у него там какие-то, ну, пальцы развиваешь, чтобы на ногах мог вот так делать, по-разному, пальцами на ногах, вот, то есть, как бы, один, ну, тут не можешь пойти побросать поворотом, блин, заставляешь себя. Ну, не так, конечно, все равно, дело свое, люблю. Но вот он прям максимально много времени этому уделяет. Был он в Питере, я знаю, приезжал, мы виделись, вот, у Кузнецкого у себя на родине. Так, созваниваемся, все шикарно, все хорошо. Слушай, про Алтай. Ты сейчас вот тоже упомянул поездку вот эту, да, ты ежегодно делаешь эти поездки. Что они тебе дают вообще по состоянию, да, души? И есть ли места какие-нибудь, допустим, в планах, куда ты хотел бы что-то посетить? Или ты излюбленный, у тебя есть уже какие-то позиции, локации, куда ты едешь? Какие вообще планы? Ну, я, честно сказать, последние два года не получилось поехать, потому что год до этого был контрактный год, там лето контрактное, там в Америку пришлось лететь дополнительный раз. Вот. Этот год я просто больше времени Коркину уделил, прям очень сильно кайфовал в этом году от родины. Вообще ездил прям там на автомобиле, поля, ты без футболки, вообще прям кондей выключал, открывал окна, чтобы вот этот горячий воздух в лицо дул. Вообще кайфовал очень сильно, соответственно, никуда не полетел, много времени провел, в общем, в Коркино. Вот. В планах пока что не планирую ничего. Сейчас вообще сложно что-то запланировать, коронавирусом и так далее. Я вообще бросил загадывать. Ближе к делу уже буду думать. Ближе к лету, к следующему. Сейчас сезон в голове и так далее. А дают эти поездки, ну, не знаю, что... Мне нравится природа. Там я принимал там ораловые ванны, вот. Но больше я ехал за природой, конечно. Горы, красота, там мы жили в палатках. Головы не мыли там по 10 дней. Такие штуки мне нравятся. Интересно. Как ты понимаешь, Алисе вкусно со мной жить. Да. Смотри, вопросы. Очень много вопросов про Олимпиаду. Опять же, стандартный вопрос. Я думаю, ты уже немного отвечал, но все же. Сейчас эта шумиха, да, она есть. Вокруг того, что ребята из NHL, у них появилась возможность, да, поехать на этот важный турнир. Какие у тебя вообще ожидания от этого, мысли? И вообще, как ты к этому ко всему относишься? Ну, это хорошая новость, если игроки поедут из NHL в сборную. Один позитив. Я думаю, каждый спортсмен хочет выступить на Олимпийских играх. Вот, поэтому хорошая новость. Да. Давай чуть-чуть затронем тему арены плей, да, которую мы уже с тобой сейчас затрагивали. Про, ну, многих, ну, расскажи, опять же, свое вообще видение, свою причастность, да, к этому. Опять же, меня много спрашивают об этом. Расскажи вообще, что происходит, то есть, ну, от себя, да. Скажу, что сейчас идет как бы большая перестройка, то есть, да, открытие второй зоны, которая как раз больше, да, как, ну, прям прямое отношение имеет именно к тебе, к твоим, там, мыслям, к твоим методикам и так далее. Вообще, расскажи свои. Насколько мы с тобой недавно обсуждали, что, в принципе, тебя уже такие закрались мысли, да, о будущем, о том, что, в принципе, тебе интересно было бы, там, и тренером, да, как, какие, ну, свой опыт передавать уже есть. Поумничать мне просто интересно. Да, расскажи чуть-чуть, брат. Ну, насчет там тренерства еще такое, как бы, сырые мысли, понятное дело, но просто, что могу сказать, что раньше было вообще нет, какой там тренер, что это опять летать куда-то, это как семья, то есть, сейчас где-то там становится не так категорично нет, можно сказать. Но, опять же, об этом рано очень говорить, надеюсь еще поиграть в хоккей, вот. Но все равно, просто, мне кажется, это хорошая вещь для вообще, ну, для хоккея и для страны, для нашей, и там все равно я что-то знаю, и поэтому почему бы не делиться мыслями, вот. А вот такие проекты, это, как бы, возможность свои мысли передать молодому поколению, вот. В целом, я убежден, что у меня интересные взгляды, вот. Не претендуя на истину, что это так и есть, мне кажется, что я чем-то могу помочь. Поэтому этот, эти проекты, вот, как бы, такая возможность для меня передать. Просто опыт, я говорю, там, не речь идет, там, финансовая составляющая, там, как бы, не на первом месте, хотя, опять же, в благотворительности это все превращать не нужно, потому что это рано или поздно просто все загнется. Поэтому для этого все равно есть какие-то ценники, там, и вот вы, там, Антон, там, и команда стараются развить этот момент, чтобы все равно была какая-то экономика и все-таки элементарно могли новые тренажеры покупать детям. Просто по другому пути, я просто на Алтае в палатке буду всю оставшуюся жизнь жить, если идти по другому пути. Так что сейчас, в принципе, на финишной прямой, я так понимаю, там, бросковая зона, вот, тот, как раз проект, проект, где я бы и хотел передавать свои мысли, поэтому, там, когда, там, Антон, ты сориентируй, когда, там, уже откроется все, я уже сам заждался, и я думаю, людям интересно. Да, к сожалению, тебя, ну, ты не успел застать это открытие, да, к концу месяца, в октябре уже все откроется, и я думаю, что мы с тобой еще дадим, да, информацию интересную, какую-то внутреннюю, да, ты расскажешь, то есть, о своих методиках, о своих мыслях, которые будут там практиковаться, даваться детишкам, да, которые с радостью, да, естественно, любую информацию у тебя получают и впитывают ее, то есть, будет интересно там. Смотри, вопрос еще тут же про матч, да, вот мы затронули тему матча, который был в Москве, ты большую часть времени все равно проводишь в Санкт-Петербурге, и тоже часто приходят вопросы, когда там что-то будет. В Санкт-Петербурге? Да, ну, про арену вопросы, но хотя бы матч, есть такой вариант, что что-то подобное, точнее, не есть такой вариант, хотел бы ты что-то подобное сделать именно в Санкт-Петербурге? Да, конечно, почему нет? Я говорю, опять же, это все зависит, на самом деле, вот большую часть ребят это делает, это большую часть этих мероприятий делают вот ребята Антон и его команды, вот. Ты меня уже, это, ты меня слишком уже, это, переедешь. Ну, на самом деле, чего? Именно твое желание, то есть. Желание-то у меня есть всегда, хоть где, хоть во всей стране провести матчи, но понятное дело, что времени нету, соответственно, там и хотелось бы, там, и в Коркино провести, и в Челябинске, и в Подольске, и в Чехове, там, и, как бы, и в Питере, понятное дело, вот. Ну, это много, там, фактов, которые, там, ну, стадион, там, кто, там, нам даст подходящий, там, какие-то трибуны должны быть, то есть, как бы, допустим, там, по организации Антон, допустим, команда, кто, организаторов, ну, там, она живет, на данный момент, в Москве, там, это же надо ехать в другой город, там, то есть, что непросто, но я, в принципе, говорю, за любой кипиш в этом плане, хоть на Алтае, в горах. Ну, да, можно за царь такую себе взять. Ну, лучше тогда на Байкале где-нибудь, ну, не лучше, везде хорошо, конечно, но... Ну, видишь, так можно было бы зимой, конечно, вот, после карьеры. Загадывать тяжело, конечно, после карьеры, вот, хотелось бы где-нибудь на замерзшем Байкале, там, провести какой-то матч. Было бы круто. Зимнюю классику. Слушай, а по поводу конца карьеры, тоже видел, промелькнул вопрос там, понятно, что он преждевременный, и, ну, есть вообще такие мысли, а в конце карьеры будешь возвращаться, ну, там, какую бы ты команду выбрал, там, на скидку, и там, про Витязь был вопрос. А, Витязь. Закончить. Ну, да, типа, знаешь, как приезжают домой, там, да, там, как Павел Датсук, там, да, да, в Екатеринбурге. Ну, давайте, скажем так, преждевременно, как вы сказали уже все, преждевременно об этом говорить, но, честно, пока я об этом не думаю, вот, сейчас, сейчас вы меня напугали все, я пойду делать растяжку, чтобы мое тело больше мучило этот спор. Правильно. Правильно. Смотри, про этот, про, опять же, благотворительную историю, давай, наверное, тоже подытожим еще такую, такую вещь, что, когда вот это был матч, многие ребята, да, во-первых, там, ну, в первую очередь, там, тебе, да, спасибо за то, что ты вклинился, да, в эту историю, и, естественно, глядя на тебя, там, ребята, твои друзья, твои соперники по клубу в НХЛ тоже приняли участие. К чему я тебе говорю, что многие оставили сувениры, клюшки, перчатки, джерси с автографами, то есть, все опять в эту благотворительность. И вот скоро мы начнем, проведем такой небольшой аукцион, опять же, все средства, от которого пойдут на благотворительность, на добрые дела. Артемий тоже, наверное, дополнительно об этом объявит, может, что-то еще добавит от себя какие-нибудь подарки, и чтобы эту историю с этим матчем до конца завершить, будет вот такое мероприятие. Да, я думаю, дадим знать, когда там уже, я так понимаю, в скором времени будет этот момент делать. И, в принципе, да, еще раз огромное спасибо вообще ребятам, которые нашли время, пожертвовали им, и, в принципе, мы все сделали хорошее дело, и я думаю, остальные тоже ребята из НХЛ, кто там будет, хотя более-менее рядом по месту положения в эти дни. Надеюсь, будут приезжать и также какую-то частичку там своего времени жертвовать на хорошие дела. И бабки шлите, бабки. Да, да. Давай на этой хорошей, хорошей ноте, наверное, тебя больше мучить не буду. Спасибо, что появился, рассказал свои дела, да, как у тебя они сейчас обстоят, как идет подготовка. Я, ну, наверное, ко мне все присоединятся, желаем удачи на старте. Старт сезона все равно, как ни крути, самый важный. Ну, и последние вот эти дни подготовительные, чтобы все четко прошло и ждем начало сезона. Спасибо. Все, кто смотрел, спасибо, удачи. Подожди, как сохранить сейчас прямой эфир? Можно или нет? Ну, я сейчас буду сам пробовать, надеюсь, у меня получится сохранить. Поэтому сейчас быстро нажимать не буду, а ты сможешь. Кто будет сбрасывать сейчас? Нет, я нажимаю и сохраняю. Должен будет сохраниться. Тебе я потом за кадром объясню, как можно будет тоже что-то подобное делать. Давай, все, давайте, всем пока. Я боюсь сбрасывать. Давай я. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok